В моем понимании, это такой плавильный котел культур. То есть, если я здесь буду сейчас стоять в китайском квартале, здесь абсолютно другой ритм жизни. То есть, здесь будет утренняя кофе другое, здесь будет вечерняя кружка пива другая, ритмика будет другая. Такое ощущение, что ты в настоящем Китае находишься. То есть, ничто здесь не говорит о том, что ты не в Китае. Если ты посмотришь на иероглифы, если ты посмотришь на продукты питания, на каком языке здесь говорят, это 100% ты находишься в Китае. Интересность в том, что если я пройду буквально одну улицу, одну какую-то несчастную улицу, то я окажусь уже, скажем так, в еврейском квартале. То, что происходит в еврейском квартале, вообще не похоже на то, что происходит в китайском квартале. Если я еще пройду одну улицу, то я окажусь в арабском квартале. И это совершенно другая история. Если я пройду еще одну улицу, я почувствую настоящую Бельгию. Находясь в одном городе, ты можешь путешествовать в культурах, в верах, в ментальности, в кухне, абсолютно во всем. И вот такой вот, как бы его правильно назвать, этот город, ну, как я сказал это, ну, моими мозгами, это плавильный котел. Обязательно заезжайте в Атварпен на одну короткую остановку. То есть я не вижу себя здесь, как путешественника. Даже включая то, что я отжил в этом городе примерно 6 месяцев в свое время, он не оставляет какого-то такого оттенка, в который хочется вернуться. Ну, например, Барселона и, например, Амстердам или Лондон. Я тоже жил в этих городах. Туда хочется вернуться. Такое, чтобы вернуться сюда, особо нет такого желания. Ну, может быть, меня просто не связывает с этим городом, не было каких-то ярких эмоций, воспоминаний. Но с точки зрения архитектурного, кулинарного и такого, ну, как бы правильно это сказать, странного города, я вот прям другого сравнения не назову. И я Атварпен называю так. Это еще не Бельгия, но уже не Франция. Если вы были здесь, вы наверняка поймете меня. Если у вас есть другое мнение, где мы в комментариях обязательно его оставьте. Заход на китайскую улицу, он обязателен. Единственное, мне здесь не получается снять контент, как мы здесь кушаем, что мы здесь покупаем, какие сувениры, потому что вот в этой части нам не разрешают фото и видео. Попробуем зайти в еврейский квартал, посмотреть, какова ситуация будет там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!